Здравствуйте! Сегодня мы представим технологию радикального увеличения производительности процессора за счет выполнения операций параллельно, а не последовательно, на уровне логических элементов. Далее представлю вам команду разработчиков. Миша Чичулин. С ним была инициация проекта. Маслова Полина, или Полина Маслова, как хочешь, с ней она разрабатывает физическое устройство логистера. Аня Евсеева занимается логическими операциями и документацией. Инна Миронова занимается преобразованием логических схем в схемы из логистров. Семен Архипов занимался симуляцией электрических схем в LTSPICE и занимается разработкой будущей архитектуры. Давайте уточним, в чем именно проблема. Дело в том, что если посмотреть документацию процессоров 10-ти метрового FinFET, то мы увидим, что частота работы единичного транзистора в процессоре может быть около 300 ГГц, а при этом процессор работает на частоте 4 ГГц. Почему такая разница в скорости? Дело в том, что операцию на логическом уровне выполняется в последствии. Например, если вам нужно сложить два 64-битных числа между собой, то необходимо, чтобы выполнить 64 каскада логических операций. Соответственно, 64 умножаем на 4 ГГц и получаем примерно 300 ГГц. Отсюда и разница. Рассмотрим такую ситуацию. У нас в процессоре есть два процессора электрических транзистора. В таком случае, если мы подаем одновременно из памяти значения на А и на Б, нам для того, чтобы открылся этот транзистор, нужно, чтобы для начала открылся этот транзистор. Получается, даже на уровне ключей у нас уже есть последовательность. Теперь у нас есть последовательность на уровне логических элементов. Если, допустим, элемент И, элемент ИЛИ, все это соединяется в XOR. В общем, такая схема. И здесь у нас полученные здесь булевые значения, они передаются на гейты следующих транзисторов. То есть идет замедление уже в два раза при подключении последовательно двух логических элементов. Чтобы доказать, что проблема действительно существует, мы в вултиспайсе смоделировали четыре подряд CMOS-инвертора, используя спайс-модели реальных транзисторов. И получили следующий график, на котором вы можете видеть исходный сигнал, сигнал после двух инверторов и после четырех. Мы видим, действительно задержка есть, значит, проблема существует и актуальна. Но мы нашли способ, как выполнять логические операции параллельно, а не последовательно. В данном изображении мы можем видеть симуляцию классического массового транзистора. Это N-область, P-область и N-область. Это канал, который образуется при подаче напряжения между SOR и GATE. В случае с логистром нужно получить то же самое, но при подаче напряжения между GATE и Z. Главное отличие транзистора от логистера заключается в том, что у логистера управляющий сигнал изолирован от управляемого. Ну и на схеме, соответственно, мы изображаем логистр вот таким вот образом. У нас здесь представлена схема на транзисторах и на логистрах. При подаче сигнала на A и B транзисторы включаются последовательно, а логистры, соответственно, параллельно. В этом случается отличие. В качестве логистров можно использовать оптроны, цифровые изоляторы, реле, но мы интересуемся теми, которые работают на полупроводниках, а на данный момент таких не существует. Для моделирования полупроводников мы используем комсоль с самиконтактом. В комсоли мы реализовали зарисованную ранее схему и получили необходимый канал между SOR и RAIL. Работа над проектом только начата, и нынешний результат является субчительно первичным моделированием. Соответственно, оно будет дорабатываться. Альтернативный физический принцип работы логистров представлен на следующей схеме. Это N-область, это P-область. Здесь находятся изоляторы, металлический контакт, здесь также изоляторы и металлический контакт. Это SOR, это Drain, это, соответственно, гейты. За счет температурной диффузии происходит аннигиляция электронов и дырок, в результате образуется электростатическое поле между N и P-областью. И в небольшом диапазоне напряжений это блокирует ток между SOR и Drain. Этот физический принцип мы еще не проверили, однако мы на данный момент его описываем для того, чтобы его невозможно было запатентовать, и чтобы все компании имели одинаковый доступ к соответствующей технологии. Рассмотрим реализацию базовых логистров на логистрах. Это элементы И или не XO. Рассмотрим реализацию элементов не на логистрах. Для этого используется нормальный замкнутый логистр. Единица будет в том случае, если у нас есть путь от входа до выхода. По умолчанию логистр замкнут, значит, существует путь между входом и выходом. Когда мы подаем высокий управляющий сигнал, то логистр размыкается, и пути между уходом и выходом не существует. Рассмотрим элемент И. Путь будет существовать только в том случае, если у нас оба сигнала будут высокие. В всех остальных случаях путь не существует. Рассмотрим элемент И. Если хотя бы один из логистров будет замкнут, то путь существует. Если оба логистра разомкнуты, то пути не существует. Рассмотрим элемент XOR. Если один из логистров замкнут, то путь существует. В противном случае пути нет. Используя любой из двух банисов, И или не, или XOR, можно построить любую логическую схему. Из нее можно выполнить любую математическую операцию. Для начала хотелось бы обсудить построение данной схемы. Для того, чтобы обозначить метод построения и сборки логических схем из логистров. Хотелось бы отметить, что вот такой вариант соединения не может использоваться, потому что он очень сильно уменьшает производительность. Для построения схем будет использоваться данный набор устойчивых схем, потому что он является базовым, и мы при построении схем будем пользоваться им, вкладывая схемы друг в друга, что я сейчас и буду объяснять. Итак, построение данной схемы. Здесь есть логический элемент И, 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 исключающая И, И. Он же XOR. И мы можем начать его строить. Для начала два логистера, соединенных последовательно. Это у нас И. Так как у нас И, И, И соединены в XOR, мы располагаем положительные элементы здесь и здесь, относительные элементы здесь и здесь. В XOR левый вход — это один вид, то есть он с одним соединяется, правый вход соединяется с другим, то есть оба. И у нас получается, что в этих местах будут стоять И, просто в одном случае положительные, а в другом положительные. А здесь будет стоять ИЛИ, в одном случае отрастательные, в другом положительные. Итак, мы ставим здесь отрастательное ИЛИ, которое будет у нас в виде двух последовательно соединенных логистров такого вида. Далее мы объединяем их с следующими, получается, элементами. Это исключающие... Нет, не исключающие, а просто не И. Не И — это у нас получается... Это не И. Это параллельное соединение двух логистров такого вида. И далее идёт не ИЛИ. Нет, вернее, не ИЛИ было здесь, поэтому здесь будет ИЛИ. Здесь будет ИЛИ, и оно выглядит вот таким вот образом. Есть принципиальное отличие между транзисторной и логистрной логикой, несмотря на то, что в целом они похожи. В транзисторной логике все ключи замыкаются последовательно, а в этой логике все ключи замыкаются одновременно. Соответственно, логические операции выполняются все параллельно. Это позволяет радикально увеличить производительность всей микроэлектроники. Мы будем рады, если вы присоедините к проекту, либо если вы будете развивать соответствующий проект, мы намеренно сделали его открытым. Мы будем развивать этот проект и далее в течение примерно года и будем информировать вас о ходе реализации проекта. Продолжение следует...